Имя московского коллекционера и искусствоведа Валерия Дудакова известно в высоких профессиональных кругах далеко за пределами страны. Эксперт мировых аукционов, поэт и писатель, популяризатор русского искусства, он один из ведущих собирателей произведения «Авангарда» начала 20 века и второй волны «Авангарда» 60-х годов. Работ так называемых художников-нонконформистов. Большинство этих художников не были диссидентами. Вовсе нет. У них было как бы три идеи, три принципа, три требования. Первое – это искусство, которое должно быть независимо от официальных властей. Второе – это возможность выставляться, которые им не давали. И третье – зарабатывать какие-то деньги официальные, чтобы их покупали и музеи, и частные лица. Но не все это правильно происходило. Поэтому здесь это искусство в основном художников, которые были противопоставлены официозу, но не советской власти, подчеркиваем. В уникальной коллекции, которую Валерий Александрович собирает уже более полувека, вошли работы практически всех представителей советского андеграунда. Произведения, которые противостоят академизму и соцреализму. В советское время подвергались критике, их обвиняли в формализме. Работы не выставлялись в музеях и галереях и расходились по частным коллекциям. Пожалуй, самое важное, что это художники, которые себя нашли прежде всего после войны и продолжали это до самой смерти. И в 70-е, и в 80-е, и в 90-е. Большинство из них было моими друзьями и ушли они совсем недавно. Так что скорее это все-таки искусство не авангарда, а это искусство, которое было не официальным, а антиофициальным и пропагандировало свободу творчества. В экспозиции представлено 60 произведений живописи, графики и скульптуры художников, которые обращались к опыту русского авангарда, в том числе к беспредметному изображению, супрематизму и конструктивизму. Каждый из представленных авторов обладает ярко выраженной индивидуальностью и неповторимостью стиля, которые принесли этим художникам славу не только в России, но и за ее пределами. После того, как 24 сентября экспозиция покинет Рязань, она вместе с остальными экспонатами коллекции Валерия Александровича разместится в галерее, которую искусствовед задумал открыть в Москве. Помещение для непокорных уже готово. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».